Эвкабал. В состав, активные вещества, жидкого экстракта подорожника 3 грамма, жидкого экстракта тимьяна 15 граммов. Фармакологическое действие, препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное действие. Показания к применению, в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой, а также спастическим кашлем. Способ применения, при отсутствии других назначений рекомендуется следующая дозировка детям в возрасте от 6 месяцев до 1 года, по 1 чайной ложке 1 раз в день. Детям младшего возраста, по 1 чайной ложке 2 раза в день. Детям школьного возраста, по 1 столовой ложке 2 раза в день. Взрослым, по 1,2 столовой ложке 3-5 раз в день. Сироп следует принимать в неразбавленном виде после еды. Длительность приема препарата определяется лечащим врачом в зависимости от тяжести заболевания. При легких формах воспаления дыхательных путей она составляет 2 недели. Рекомендуется принимать препарат еще 2-3 дня после исчезновения симптомов заболевания следует проконсультироваться с лечащим врачом. Взаимодействие, содержание этанола препарат способствует усилению действия седативных, снотворных и других средств, угнетающих центральную нервную систему. Побочное действие, возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов применения препарата следует прекратить и проконсультироваться с лечащим врачом. Противопоказания, повышенная чувствительность к компонентам препарата. Препарат следует с осторожностью применять больным с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов. Препарат следует с осторожностью назначать детям. Вследствие наличия этанола не рекомендуется назначать препарат при беременности, в период грудного вскармливания, при заболеваниях печени, алкоголизме, эпилепсии, мозговой травмы. Передозировка, нет данных. Особые указания, препарат содержит 6,5 этанола. Общее содержание сахара, в пересчете на сахарозу, составляет 0,6 гм. Один чайная ложка соответствует 3,0 г сахарозы, или 0,25 Би. Один столовая ложка соответствует 6,0 г сахарозы, или 0,5 Би. Не рекомендуется одновременное назначение противокашливых лекарственных средств. При появлении помутнения сиропа или выпадения осадка препарат применять не следует.